Добрый вечер, друзья мои зрители! В эфире программа «Горячая линия» и с вами ведущий Андрей Острев. Мы, как уже традиционно стало, общаемся с муниципальной властью. И сегодня у нас в гостях директор департамента ЖКХ Андрей Палько. Добрый вечер! Добрый вечер! Вы можете позвонить нам в студию по телефону, который вы сейчас увидите на своих экранах, и задать вопросы в прямом эфире. А пока мы поговорим вот о чем. Департамент ЖКХ всегда был и есть такой камень преткновения, вокруг которого зыждется ряд всяких надежд и историй. Это и крыши, и дороги, и так далее, и тому подобное. Давайте с вами, уже практически год закончился, там один месяц остался. Давайте подведем с вами итоги. Что удалось сделать, что не успели сделать, и перспективные планы на следующий год. Ну, подводить итоги пока еще рано, потому что работы у нас продолжаются еще полным ходом, и у нас работники департамента работают без выходных, так как есть порядок оформления документов, которые занимают очень довольно значительное время, и все подрядные организации так же само работают. В этом году действительно были очень амбициозные планы, это сделать порядка 160 кровель, чего за 10 лет моей работы в департаменте уже никогда не было, то есть максимум это было 80 кровель за год. Это и отремонтировать километры дорог, и в принципе тоже видим о том, что работы эти очень так платворно шли, и сейчас у нас заканчиваются работы на участке проспекта Богоявленского. К сожалению, есть опасения, мы хотели сделать еще Широкобайский мост, сделать новое покрытие, но на следующий момент, учитывая погодные условия, есть опасения, что можем не успеть или сделать хуже. Поэтому пока еще технические специалисты пока прорабатывают, насколько целесообразно это делать. Это и освещение, которое делают сейчас там по перегону, это и освещение в наших парках, сферах. Сейчас уже завершены фактически работы в двух скверах, Аркасовском, Юных Героев, и заканчиваются еще работы на сквере имени Черновола, новое современное освещение LED. Это и разметка, в том числе мы попробовали в этом году, и холодный пластик, к сожалению, тоже где-то походные условия не позволят нам сделать весь объем работы, но все-таки есть. Это и колоссальный план по поводу установки тепловых счетчиков, чего тоже не было, так как у нас по плану порядка 600 приборов учета тепла. Хочу напомнить, что в предыдущие годы мы ставили максимум 20, в этом году 600. То есть это можете представить, какое количество приборов учета тепла. Довольно очень большой объем работы. Что касательно суммарного количества, то на следующий момент департаментом жильческого награда обработано и уже проведено более 2000 договоров. Это очень колоссальный объем работы. Учитывая то, что бюджет был принят очень поздно, согласованные объекты были очень поздно, то есть мы, по сути, к работам в реальности начали приступать где-то в июле месяце. Несмотря на это, довольно многое уже получилось, довольно многое в работе. И по поводу перспективных планах мы также хотим продолжить дальнейшие работы с тем, чтобы жители города Николаева получили комфортабельные условия, услуги по жилищно-коммунальному фонду. Исположительно тоже хочу сказать, что у нас в этом году очень активизировалось население города Николаева. И если на начало года у нас было около 300 ОЗБ в городе Николаево, то сейчас их количество превышает уже более 600. И процесс этот продолжается. Каждый день наши специалисты выходят на объекты, на дома, проводят консультации, проводят соответствующие комиссии по прямой передаче. Каждую неделю, два раза в неделю проходят, в среду и в пятницу проходят консультации ОЗББ, что тоже есть в новом. Поэтому работа довольно объемная, широкая, и она движется у нас. Давайте подробнее, если можно, о крышах. Вы у нас уже были в студии, и очень много звонков нам, как правило, про крыши много спрашивали. Какой это примерно процент от сделанных всех проблемных таких участков? Да, смотрите, мы каждый год осенью делаем анализ по поводу текущего положения дела. По состоянию на прошлую осень у нас в капитальном ремонте кровель, остром, нуждалось порядка 650 кровель. По планам текущего года, то есть мы закрываем, по сути, 1 четвертую. Это довольно неплохой показатель, поэтому, в принципе, очень большое количество закрывается, и я думаю, что если с такими темпами пойдем, то мы из аварийного ремонта все-таки наконец-то перейдем в плановый ремонт, так как и должно быть, как прописывают нормы законодательства, по нашим сегодняшним всем нормам. Ну и в преддверии зимы, естественно, холодает, и все больше и больше, и вот там уже какой-то первый снег даже у нас был. Расскажите о подготовке к зиме, в общем, насколько мы готовы техникой, не знаю, песком, потому что там сыпят солью. Да, это очень важный вопрос, потому что, к сожалению, как-то так вот складывается у нас история, что у нас вся зима более-менее мягкая, но надо какую-то одну неделю так, чтобы за один день выпала месячная норма, а то и двухмесячная норма, и все начали говорить о каких-то коллапсах, о каких-то возможностях, проблемах. Поэтому мы на протяжении последних двух лет систематически идем к тому, чтобы город Николаев был независим в этих вопросах. Вопрос первый, это вопрос техники, потому что без техники невозможно очистить дороги. В прошлом году было закуплено 10 мазов, в этом году сейчас у нас проведены процедуры по закупке, были тяжелые техники, потому что мы в прошлом году столкнулись с тем, что у нас, когда снег слеживается, либо идет перемет, техника снеочистительная, типа маз, не в состоянии это сработать. Поэтому было закуплено 3 трактора типа на базе Т-150, проведена закупка трех кразов, также проведена закупка 8 тракторов-эскаваторов-погрузчиков на базе «Беларусь», которые также могут заниматься вопросом очистки внутриквартарных проездов и доступа к интернет-площадкам. Поэтому немножко тяжелой техники добавилось. Плюс ко всему прочему, проведены у нас переговорные процедуры с тем, чтобы заключить соответствующие договора на привлечение тяжелой техники, которая есть у предприятий города. То есть, если раньше мы привлекали технику дополнительную в виде прошения, то... Какие-то коммерческие структуры, да? Да, коммерческие структуры. В принципе, что мы и в этом году также сделали, поэтому 35 организаций откликнулись на наш призыв и готовы предоставить технику в случае ухудшения погодных условий. Это 72 единицы техники разнообразной. Плюс есть еще предприятия, которые готовы ее предоставлять по первому зову на длительный период. Потому что мы все прекрасно столкнулись с тем, что, например, для того самого аэропорта, либо респорта, либо другого какого-то там, Никотеры, сложно на длительный период дать технику. Они могут дать на день, на два. Но у них же так же само идут какие-то рабочие процессы. Поэтому мы хотим такую технику привлечь, для того, чтобы были тяжелые тракторы, которые смогут делать расчистку в таких вот сложных зонах, где идет насыпь. Поэтому это все у нас идет в работе. Кроме всего прочего, там есть предприятия типа Зеленховск, Картлин, которые также участвуют в этом вопросе. Поэтому мы рассчитываем о том, что у нас в этом году задействовано будет в этом вопросе более 100 единиц техники. И рассчитываем, что этого должно быть достаться, для того, чтобы город Николаев не почувствовал проблематики, связанной с какими-то снежными заносами. Хотя, зарекаться нельзя, но все-таки мы хотим от этого делать и сработать в свое время. Плюс ко всем прочему. В этом году мы, точнее в прошлом году, мы попробовали посыпать дороги технической солью. Это давало свой эффект. И в этом году мы закупили, провели торги на 4 тысячи тонн соли технической для посыпки наших маэстральных дорог, то есть главных улиц, по которым ходят наши маршрутные такси, наши основные транспортные развязки. Сейчас проходит завоз этой соли на склады эллофтодорог нашего профильного предприятия. Также проведена процедура закупки 6 тысяч тонн песка. То есть у нас еще 3,5 тысячи тонн осталось с прошлого осени и зимнего периода. И 6 тысяч тонн мы докупаем. При среднем потреблении в год около 7 тысяч тонн. То есть есть определенный запас на всякий случай. Да, то есть есть у нас запас. Есть запас у нас уже около 800 тонн соли, уже на сегодняшний момент, и 3,5 тысяч тонн песка. Завоз сейчас и одного, и второго проходят, поэтому сложности в этом вопросе также не наблюдаем. Проблема, единственная, которую я все-таки вижу, это проблема связана с нашими тротуарами, нашими придомовыми территориями, потому что как бы то ни было, на сегодняшний момент у нас очень много домов и ОСМД появилось. И в тех домах, где обслуживаются жилингопационные предприятия, есть нехватка кадров. И как бы вот здесь вот есть тонкое место, где может быть проблема. Ну, я думаю, как-то справимся. У нас есть первый звоночек. Добрый вечер, в эфире слушаем вас. Будьте добры, Спасская 50, Никольская 52, 53, 51 установлены тепловые поддомовые счетчики, но они не подключены. Ноль показания. Как быть? Почему? Спасибо. 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 Я разберусь по поводу подключения. Может быть, имелось в виду то, что по итогу октября месяца люди получили платежки, по которым было выставлено счета не по счетчикам, а по норме. Я хочу пояснить эту ситуацию. Мы проводили соответствующие встречи с этим послуживающими предприятиями. Учитывая, что отопительный сезон начался под конец октября, времени для подачи соответствующих списков показаний для выставления счетов за октябрь как такового не было. Поэтому предприятия теплоснабжения выставили счета по норме, не учитывая счетчики и с момента получения наряда. На следующий момент и одно, и второе предприятие обязуются в течение ноября провести перерасчет. И в платежках, которые люди получат в декабре, они должны в своих расчетках увидеть перерасчет с октября месяца. Поэтому я попрошу людей в этом плане не паниковать. То есть это рабочий вопрос. Получив расчетки в декабре месяце за ноябрь, увидеть, посмотреть, какой там перерасчет, обойти внимание, с какого периода был пущен отопление в дом фактически. И если там уже какие-то вопросы есть, то тогда уже мы будем их прорабатывать в рабочем порядке с тепловиками. Там есть фактически в каждом доме есть ответственный человек. У нас почти во всех домах будут приборы учета тепла и показания должны быть по учетам прибора тепла. Если что-то другое, я подвергаю адреса, я записал. Спасибо. Следующий звоночек у нас. Добрый вечер в эфире. Слушаем вас. Тиберчука 9. Значит, нам обещали письмо, что в этом году нам будет сделан капремонт крыши. И до этих пор ничего не сделано. Пожалуйста. Адрес еще раз, пожалуйста. Скажите, когда мы примерно будем отремонтированы? Адрес еще раз, скажите, пожалуйста. Тиберчука 9. Квартира 2. Сидорчука 9. Это у вас по текущему ремонту идет. Так же? У нас капремонт крыши должен быть. Сидорчука 9. Да, Сидорчука 9. Вы, пожалуйста, оставьте номер телефона. 72-35-06. 72? 72-35-06. Я вам перезвоню завтра. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо за звоночек. Ну вот опять все-таки тема крыши это такой актуальный достаточно вопрос. Тем более, что этот Сидорчука 9 это старый город. Это дома, которым уже порядка под 100 лет и состояние крови там довольно нуждающийся. Хорошо. Давайте вот еще мы как раз вернемся к теплу и перерасчету. Очень много сейчас нареканий. не то что нареканий, вот этот процесс установки он затянулся и, собственно говоря, вот мы как-то... У нас еще звоночек есть? Ну давайте послушаем нашего зрителя. Добрый вечер вы в эфире. Можно говорить? Да, да, да. Добрый вечер. Добрый вечер. Вопрос по теплу. Уже больше месяца отапливается, жаловались, ЖЭК, БРИС, это центральный проспект 8Б, квартиры 37, 40, 43, 47, 46, 49. Это стояк однокомнатных квартир. До сих пор холодно. Спасибо. Подверим по поводу отопления, пришлем за от людей. В принципе, если такие вопросы возникают, то есть служба наша 1588, туда передайте звоночек, если где-то что-то не дорабатывают. Также есть телефонные городские 53, 77, 11, это приемная департамента 47, 27, 71, это приемное управление жилищного хозяйства, где тоже вашу заявку примут и проработают специалисты. Давайте следующий звоночек послушаем. Добрый вечер, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Да, добрый вечер. Крылова, 38, хотелось бы узнать по поводу придомовой территории. Вы говорите, нет средств, нет чего-то еще и так далее. Вот у нас расположен магазин АТБ. Может быть, нужно обратиться в домовую территорию, потому что вот возле себя они кусочек сделали, а их вот эти большегрузы разбивают и полностью двор разбили. 5 9-этажных домов во дворе. Полностью разбитая дорога и их большегрузами. Может, их стоит вообще обязать сделать это? Спасибо за ваш вопрос. Хороший вопрос. К сожалению, не такой простой ответ. Дело в том, что руководство АТБ как раз не находится в городе Николаеве. И эта проблема есть не только по АТБ, это и по ряду предприятий, которые здесь находятся их торговые точки и подъездные пути, к сожалению, не должны образом не отрываться. Это такая проблема, если на ПГС-20 по магазину Сильпо и ГИПа и дальше таких вот объектов много. Но Крылова 38 у нас есть уже на него документация по поводу ремонта. Поэтому я думаю, что в следующем году мы сможем сделать внутриквартальный проезд. к сожалению, с общениями с этими структурами мы сталкиваемся с тем, что нам говорят ребята, мы же так же самоплатим налоги, все они идут, чем мы хуже, чем другие. Есть такая проблема во взаимопонимании и взаимоподдержке тех вопросов, которые есть. Спасибо. У нас есть следующий звоночек. Добрый вечер. Вы в эфире. Слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Это говорят с Чкалова 100А. Нам еще обещали в апреле поставить этот счетчик тепловой. И до сих пор ВОЗ и ныне там. Нам сделали демонтаж электронику не ставят там. Почему не знаю. Спасибо большое. Ваши комментарии. Я хочу пояснить по поводу счетчиков. Мы все прекрасно знаем о том, что первоначально планировалась установка счетчиков по трем источникам. Это инвестпоргамма Николаевская ТЭЦ, инвестпоргамма Облтеплоэнерго и городской бюджет. По городскому бюджету планировалось изначально поставить порядка около 300 приборов учета тепла. Такое же самое количество приблизительно планировал выставить и Облтеплоэнерго и 61 прибор по инвестпоргамме Николаевской ТЭЦ. На сегодняшний момент Николаевской ТЭЦ в связи с теми обстоятельствами, с теми постановлениями мета-министров, которые обязали перечислить почти все деньги на оплату за газ, их инвестпоргамма окончательно не выполнена. То есть из 61 прибора стоит 35. очкала СТОА, насколько я помню, как раз именно проходит по инвестпоргамме Николаевской ТЭЦ. Но я подверю на всякий случай. То есть они сейчас ждут проплаты за тепло, которое получат жители, для того, чтобы закончить свою инвестпоргамму. Программа, которую планировал город изначально, она выполнена, и мы установили приборы учета уже больше даже, чем ТЭЦ. которые мы первоначально планировали. Но в августе месяце, под конец августа, вы помните, о том, что Былтепло наконец-то призналось о несостоятельности выполнить эту инвестпоргамму, и мы с конца августа месяца взяли эту программу на себя, на город. Поэтому есть задержка по поводу установки, так как мы не приступили в конце августа. Но максимально, насколько нам успеют сделать эту работу, у нас работает 6 организаций, с тем, чтобы поспеть эту работу сделать, пусть даже после отопительного сезона. Раустанавливаем мы по принципу от количества потребителей в тех или иных домах. И еще раз хочу обозначить, что в некоторых домах нету понимания у людей, потому что там должен быть человек ответственный, с которым будет прорабатывать подрядчик, будет прорабатывать департамент ЖКХ, который сможет собрать деньги на проектирование, сделать защиту, потому что будет очень нехорошо, когда прибор учета тепла, который стоит порядка 50 тысяч гривен, будет украден и по сути откажется вне защиты. Поэтому вопрос защиты, вопрос проектирования, это должно быть отработано со стороны жителей, вопрос установки монтажа, это взял на себя город. Спасибо. Следующий вопрос, добрый вечер, в эфире слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хочу вам задать вопрос, почему в заводском районе плохо отапливаются дома, в квартире очень холодно. В каком именно адрес вы можете сказать? Черина 78G. Спасибо. Черина 78G. Да. Давайте еще раз, я так понял, этот вопрос будет не первый, давайте еще раз, напомните, пожалуйста, телефоны, я попрошу режиссера их вывести на экран. По каким телефонам можно обращаться, жаловаться над таким вопросом? Телефон службы оперативного агирования департамента ЖКХ 1588, приемная департамента ЖКХ 537711, приемное управление жилищного хозяйства 472771. Я попрошу режиссера, если есть такая возможность, вывести на экран, чтобы наши зрители могли записать эти телефоны, опять же, о тепле. А почему такая проблема в некоторых домах, действительно, в некоторых домах еще до сих пор холодно? Чем это вообще связано и как оно решается? Здесь оно связано с неговскими факторами. Первое, это непосредственно сами теплооснабжающие предприятия. Тепловики работают в рамках температурного режима. То есть, у них должно быть в соответствии с температурой наружного воздуха идут соответствующие параметры, которые выдают котельные. Поэтому, если квартира находится на конечном стояке и угловая, к ней доходит минимум тепла в этом доме. И может это быть фактором недополученных или низких параметров. Может быть фактор того, что где-то разбалансирована система. Почему? Потому что у нас, к сожалению, очень много жителей, пытаясь улучшить свои условия жизни, не думают о том, что ухудшают условия жизни соседей. Поэтому установка дополнительных батарей, секций батарей, ребер в доме влияет на разбалансированную систему. Работы, связанные там, где сделано индивидуальное отопление, тоже может повлиять на всю систему в целом. Поэтому, к сожалению, такие факторы бывают. Они с начала отопительного сезона выявляются и регулируются, конечно же, для этого необходимо определенное время. Поэтому, если такая ситуация есть, прошу звонить по этим телефонам, и служба будет тогда выявлять и прорабатывать вопросы по поводу улучшения теплоснабжения. Поэтому, при таком сигнале обязательно мы проверяем, какие параметры приходят в дом. Если параметры приходят нормальные, соответствующие, то, значит, тогда мы ищем проблему в доме. Если же в дом приходят низкие параметры, значит, тогда мы ищем проблему непосредственно в котельной либо в теплосети, которая подает тепло к дому. Что ж, наша программа подошла к концу. Я надеюсь, наши зрители записали телефоны, которые только что мы озвучили. И, собственно говоря, в самом деле, когда мы начинали, я помню, еще полгода назад, вопросов было гораздо больше, и вопросы были гораздо жестче. И, собственно, говоря, работа департамента видна, что не может не радовать. И, собственно, говоря, даже те жесткие критики все-таки признают, что и дороги сделаны, и крыши починены, и тепловые счетчики установлены. даст. Ну, система в любом случае запускали. И, надеюсь, тем более с этим переходом на ОСНД. Что же, я хочу попрощаться с вами до следующей среды. У нас был в гостях Андрей Палько. Спасибо, Андрей, за то, что пришли. А мы с вами встретимся через неделю в это же время на канале Николаев. Редактор субтитров А.Семкин